Меры поддержки бизнеса, вакцинация, новые ограничения, темы встреч губернатора с донскими предпринимателями. Василий Головев пообщался с бизнес-сообществом в формате видеоконференции. На связи были 500 человек из всех городов и районов области. Губернатор напомнил предпринимателям о региональном решении, действующем до конца года. При проведении плановых и внеплановых проверок ограничиться предупреждением бизнес не наказывать. В 2020 число проверок снизилось в 4 раза. Обсудили и новые ограничения, действующие с 12 июля. Разработанные Роспотребнадзором предложения были приняты с учетом мнения ключевых деловых объединений региона. Большое спасибо. Хочу сказать, что не было возможности, что они поспешили и не были такие жесткие ограничения, как в других регионах. И как мы видим сейчас, что пришлось их отменять. И это не дало возможности расцвету черного рынка. Глава регионального представительства Федерации рестораторов и ательеров Ростовской области Карина Шетварян рассказала, что по ее данным от коронавируса привито уже около 80% сотрудников этой сферы. А председатель Ростовского отделения опоры России Аркадий Гершман предложил руководителям предприятий даже премировать сотрудников за прививку и давать отгулы. Обсудили и инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе снижение ставки налога на прибыль для инвесторов, увеличение срока льготного кредитования в РАП с двух до трех лет, новый займ на восстановление бизнеса после ЧАЭС. Губернатор поручил Минэкономики проанализировать все предложения. Продолжим наш диалог и в будущем, потому что вопрос развития бизнеса остается очевидным приоритетом, и это очевидный резерв для развития территорий и экономики Ростовской области. И то, как нам удалось, может быть, пройти в весьма трудный этап, мы видим динамику выхода, совсем еще не говорит о том, что мы выполнили все задачи. В Ростовской области с начала года количество предпринимателей выросло на 18 тысяч человек, а число самозанятых вдвое. По этому показателю наш регион на шестом месте в стране.